На данный момент известно, что армянская апостольская церковь подверглась вандализму и акту нападения. Это случилось, как я понимаю, поздно вечером ночью. И неизвестные злоумышленники, то есть неизвестно кто, ворвались туда, и есть фото повреждённой замочной двери. И полиция, вот на сайте, где я это могла прочитать, они пишут, что украдены ценности, и также всё это воспринимается не только как просто кража ценностей, которые представляют материальную ценность, но также это акт против свободы вероисповеданий. Армянская община Швеции небольшая, и после войны в Сирии большое количество армян тоже приехало сюда. Но вопрос в другом, вопрос в том, когда началась война, когда Алиев начал войну против Нагорного Карабаха в 2020 году, и тогда армяне Швеции начали выступать, выходить на митинги, я лично выходила к турецкому, к азербайджанскому посольству. И вот тогда, три года назад, начались атаки против армян, против армянских активистов, и начались атаки на армянские могилы, на армянские кладбища здесь, в Стокгольме. Последний раз подобные атаки были вот буквально в сентябре этого года, когда неизвестные, ну, то есть можно предположить, что это либо серые волки, которые не запрещены здесь, это ультраправая турецкая организация, либо про-азербайджанские активисты, они атаковали армянские могилы в сентябре этого года, после того, как была акция против блокады. Также лично против меня было устроено несколько актов нападений на квартире, где я живу. Несколько раз подряд приходили люди и камнями баррикадировали. То есть я лично, я со своей позиции активиста, политического активиста, я вижу это не просто цепь случайных совпадений, это чёткая цепочка преследования в целом всей армянской общины и Швеции, и целиком сигналы всем армянам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!